Привет любителям метеоритики! Друзья, мы решили с напарником именно в зимние месяцы показывать ваше видео с вашими находками. 2-3 ролика вы уж пожалуйста потерпите. Сильно не критикуйте людей, потому что люди еще мало что знают. У нас все как-то скрытно в стране, в плане, надо бороться с этими монополиями на определение и все делать прозрачно. Поэтому мы будем показывать ваше видео, обсуждать конечно все нужно и выносить на свет, так сказать. Но я вас прошу воздерживаться от жесткой критики иной раз. Ну пусть у людей и не все метеориты, но порой такие интересные находки происходят. Сейчас вы поймете о чем речь. Значит в прошлый раз нам критику какую тут сделали? Что у нас даже дескать с напарником половина камней, а половина булыжников. Ну я забыл как зовут оппонента. Спасибо вам конечно. С одной стороны вы даете почти 60 метеоритов у нас. Дмитрий вот нам не дает ничего пока. Это и то хорошо. Но с другой стороны уважаемый, у нас же все таки не обижайте знаний и опыта побольше чем у вас. Именно поэтому канал у нас. И мы этими знаниями делимся. А вы опять же пытаетесь определить все по видео. С чем мы боремся. Один тут был определитель. Некоторое время назад. По скайпу мы с ним определяли. И у него произошел некоторый конфуз. Поэтому с этим надо бороться друзья. Наоборот. Вы мне вообще напомнили. Уважаемый. Ребят с форума метеориты астероиды. Или наоборот как там у них. Некоторое время назад у нас была жесткая с ними переписка. Мы сделали даже пару роликов. Как вы знаете. Ответ критикам. Ну так вот. Не хочу опять никого обидеть. Эти ребята. Ну что они нашли. В лучшем случае три ржавых камня. Я запарюсь перечислять каких детских вещей они не знают. И при этом они советуют всем направо и налево. Вот как-то любопытно у нас со специалистами в стране обстоит дело. Ребята не знают что оливинов пять. Оливин только называется оливином первый. По среднему составу. Фаэлит самый железистый. Форстерит самый магнезиальный. Тефроит с коннабелитом. Самые марганцовые. Мне еще назвать вам шесть плагиоклазов. Или может вы сами будете читать все. Высмеивать стали меня тогда несколько месяцев назад. Как я называю серпентиты. Ну ребята. Ну во первых это свидетельствует о том. Что вы не открывали больше одной энциклопедии. Ибо в каждой энциклопедии серпентиты называются немножко по-разному. Про плотность что-то там начали мудрить. Если сложить там пять и два, то будет три с половиной. Не будет три с половиной. Еще раз говорю про очевидные вещи. У метеоритов структура и текстура своеобразная. Поэтому плотность складывать не надо. Это во-первых. А во-вторых, мы зашли до Нового года не так давно к одному геологу. У него такой шар. У него очень много шаров. Даже из серпентитов. То бишь из змеевиков. Так вот этот змеевик. Напичкан до упора. Окисью и закисью железа. То бишь магнетитом. До упора. Но сильнее они не бывают. Мы измерили у него плотность. Плотность оказалась на грани 3,3,1. Никак не три с половиной. На грани 3,1. И точку в этом споре поставила сама Геохия. Когда выпустила в 2019 году каталог минералов. В котором четко сказано. В метеоритах есть все виды серпентитов. Все виды. Комментарии тут излишни. Но это я вспомнил просто об этих ребятах. С форума астероида метеорита. Потому что у них все устроено очень примитивно. Как бы камень немагнитный в урну. Ну вы смеетесь что ли? Не надо следовать таким неумным советам. Самые крутые метеориты немагнитные. Опять же эти ребята напомнили мне еще одного героя. Такая подранка. Вот по скайпу. После охоты по скайпу. Один человек подранок. Говоря охотничьим языком. Оставил широкий след крови. Но ушел. Раны залезал. И опять все. Всей стране определяет по фото и видео. Но мы скоро этому конец сделаем. Вы не беспокойтесь. У нас тут сюрпризы готовятся. Так вот. С Дмитрием у нас был за пару недель разговор о лунных метеоритах. За пару недель до того как мы стали его ловить по скайпу. И он нам сказал вот что. Ребята, вы с головой не дружите. У вас луна немагнитная? Все. Вы ку-ку. Я с вами даже разговаривать не хочу. Луна у вас немагнитная. Потом мы ловим Дмитрия. Он нам показывает свою луну. Какая у него луна? Правильно. Все видели, что у него немагнитная луна оказывается. Он тычет своей палкой. А на такие палки походные ставят мощные магниты. Редкоземельные. И луна абсолютно немагнитная. Надо делать, ребята, все прозрачным. Все прозрачным. И лаборатории, как бы подобрать славу сейчас помягче. Будь они честнее, скажем так. Они бы обратились к населению следующим образом. Ребята, вот хотите, чтобы ваш камень стал метеоритом? Сделайте два анализа. Значит, на никелистое железо и, ну допустим, шлиф. И расшифровку у петрографа. И ваш камень станет метеоритом. Мы это признаем. По крайней мере, заинтересуемся им. Вот это был бы другой разговор. А так, Дмитрий подставляет лабораторию свою. Которая и так рейтинг уже вот такой имеет. Значит, мне люди уже говорят, да знаешь, какую заставку сделай? Ты же говоришь, что-то прикольное там. Надо же говорить, как бы это там. Если отпилить, вот как сделать анализ? Самое лучшее определение камня вообще. Говорят, Леха, да делай вот так вот. Надо взять кусочек от этого камня и послать в геохи. Если она его признает не метеоритом, то это точно метеорит. Ну мы говорим, ну это же слишком как-то жестко. Ну как-то мы порядочные люди. Мы не должны быть... У нас серьезный канал. Но по-другому как? Вот действительно, люди вот правильные вещи говорят. Надо делать такие заставки. А что уже по-другому? Вот последний метеорит, батюшка Дон. Вот. Что мы нашли во время отхода воды. Что Дмитрий написал? Что это техноген. А потом пишет. А вы уверены, что в нем полтора процента никеля? Ну какая тут логика? Если это техноген, в нем может быть полтора процента никеля. Но в техногене нет никогда минералов. Минералов там полно. И в виде хондов, и в виде обломков. Поэтому, ну что вам сказать, Дмитрий? Ну нельзя говорить, что хочешь. Ну, тем более, представляясь серьезнейшее учреждение, нельзя говорить, что хочешь. Нельзя. Поэтому, еще раз говорю, друзья. Ну, будьте иной раз нисходительны. И критику лучше делать, знаете, в каком виде? Ну, например, в таком виде. В виде вопроса. Алексей, а действительно ли вот это именно так? И мы вам тогда в развернутом виде что-то предоставим. А когда ты говоришь что-то, причем глупое, откровенно, в резкой форме и в виде утверждения, ты подставляешь сам себя как бы. Мы всегда готовы к диалогу. Надо просто его вести нормальным образом. А то полно героев, там, всяких Владимиров, еще кого-то, кто за слова вообще не отвечает, там. Понятно же, резкости лучше же делать лицом к лицу, а в интернете безнаказанность, ты же не будешь. Друзья, мы, как всегда, призываем к сдержанности. Поэтому, что еще я хочу сказать. Недавно видел американцы или еще кто-то, не знаю где, это не важно. Нашли метеорит. Этот метеорит уже имеет имя, номер и так далее. Метеорит полностью из известняка остынет. Тут комментарии, я думаю, вообще не нужны. Поэтому осторожнее с булыжниками. Каждый пятый или шестой булыжник, он может быть метеоритом. Понимаете? И метеориты, наоборот, каждый пятый, шестой имеет форму булыжника. Поэтому надо пилить почти пополам камень. Полировать и смотреть, есть ли там металлическое железо. Вот то же самое я хочу пожелать Лидии и Павлу. Они, конечно, сделали супер видео. Вообще профессиональное, не знаю, на мой взгляд, вообще классное. И музыка там, и все. Ну, ребята, вот как вам объяснить помягче? Надо вам собирать не то, что на вид что-то, или магнитное, или еще что-то. Если бы метеориты определялись по форме или магнитности, нам, наоборот, было бы легче. Вот этот камень, который вы пилили, я верю, что это метеорит. Действительно, там металлическое железо блестит и так далее. Но нужно делать шлифт, потому что это случай тоже на грани земных камней. Хотя с виду вылета короплавление, блестит металл и так далее. Вес соответствует логике. То есть металла там мало, и поэтому он весит 8 кг. Но нужно проверить это железо на микрозонде, на никель. Если есть хотя бы 1% никеля, то это метеорит автоматически. Потому что никто не скажет, что это техноген, это камень. И то же самое я всех прошу присылать нам на определение камни пиленные, в котором должен блестеть металл. Металла нет, как говорят ребята с форма метеорита, астероиды, в бурну. Но надо всегда пилить. Вот. Я же люблю метеориты магнитные, классические. Честно вам скажу. Поэтому не будем затягивать с предисловием. Вот хочу вам показать опять-таки. Наш левый берег. Какие у нас камни. Весит килограммов 6. Видите сколько в нем металла. Он был конкретно обветрен, поэтому пришлось его огранить, так сказать. Серого цвета, полно металлов, хондор. И как видите, обломков минералов. И так далее. Никто не скажет, что это техноген. Потому что тут полно минералов. Металл имеет 1,5% никеля. Классный камень. Аж вообще себе его оставлю. Не буду никому дарить, никаким геологам. Они и так от нас получили почти такого добра. Так, штук уже 150, я не знаю. Значит, дальше. Один и тот же метеорит, друзья. Большая часть светло-серого цвета. Но, это все обломки левого берега. Смотрите, бежевый цвет. Вот металлическая хондра. Полно металла. Коры плавления уже нет. На этом обломке. Как вы видели, бежевого цвета матрица очень часто встречается. И в Антарктиде такие находят и так далее. Но, один и тот же вот левый берег. Какой он разный. Светлого вообще почти белого цвета матрица. Другой осколок, как производный от меди, идут уже сине-зеленых цветов. И салатно-зеленых цветов. Видите, сколько металла в этом камне. Почему я спешил вам это опять показать? Ну, во-первых, это интересно действительно. Что один и тот же метеорит, когда большой каменный дождь. Какой разброс по цветам. Ну, конечно, никеля тут везде полтора процента. Но матрица везде бывает разная. Вот это очень удивительно. У нас два самых крутых метеорита. Ростов-на-Дону, углистых Андрей. И левый берег. Есть еще отдельные удивительные камни. Вот булыжники. Форма булыжника. Ну, с корой плавления. Ну, булыжник же. Ну, этот булыжник, как я вам уже показывал, имеет конкретную магнитность. И это почти стекло зеленое. У нас на земле нет такого даже с магнетитом. А тут металлическое железо внутри камня. Понимаете смысл? И геологи, когда видят такой булыжник, они пищат, как девочки. Чтобы я им его подарил. Потому что на земле его нет такого. Вот хоть сейчас его можно без всяких анализов за счет этих свойств выставить на Авито. Может, мы так и сделаем. Променяем его на глубинный металлоискатель или еще на что-то. Вот. Поэтому, друзья, осторожнее с булыжниками. Иначе ими может привалить. Вот. А сказать я хотел вот что еще. Значит, опять мы ставим Лидию и Павла первыми. Потом у нас идет один человек. Зовут его Родион. Родион из Калининградской области. Значит, прислал он на свой камешек и анализ и так далее. Там описание. Короче, смысл, что у Родиона, скорее всего, Луна. Потому что Луна очень хорошо определяется по анализу на состав. Именно. Посмотрите сюжет. Все. Всем пока. Пока. Сегодня 28 декабря 2019 года. Прекрасная предновогодняя погода. Боря чуть-чуть штормит. Солнце светит. Красота. Сил не было сидеть дома. Пришлось идти и гулять искать камешки. Всего вам доброго. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 А посему давайте помогать друг другу, поддерживать здоровый энтузиазм, находок и радость от того, что мы это делаем. Всем доброго здоровья! Пока! Всем привет! Во-первых, хочу поблагодарить Алексея. Он дал возможность на своем канале показать этот видеоролик, чтобы его могли увидеть его коллеги, друзья, подписчики, ну и не другие. Ну, во-вторых, расскажу вам краткую историю данного небесного камушка. Ну и в-третьих, я просто покажу его. Для того, чтобы показать, я приготовил перчатки, магнит, компас. Ну, независимый сертификат, на данный там же. Город Балтийск, Калининградской области. Когда-то он назывался город Пилау, Калининградской области, ходила восточную Пруссию. У нас в городе существует поисковая организация. Она входит в Ассоциацию поисковиков Российской Федерации. В эту организацию вхожу и я. Наша задача – отыскать и поднять из земли останков солдат, павших в Великую Отечественную войну. Для этого мы берем щупы, лопаты, карты, архивные документы и отправляемся туда, где глубоко под землей лежат сотни, тысячи солдат. Безымянных, но незабытых. Вот в одних из прекрасных весенних дней, выходной, мы с напарником вооружившись, в полной экипировке, мы отправились на разведку. Недалеко от города, где-то приблизительно 6 километров, в районе поселка Павлова. Вот там мы и обнаружили данный камень. В одной из воронок, приблизительно где-то 6 метров диаметра, глубина где-то метр, видать, камушек скатился туда. Он привлек внимание из-за массы и объема, то есть камень был маленький, но очень тяжелый. Была мысль, что это был камень неземной, но при проверке металлодетектором, он не подавал никакого звука. Видать, частота не давала ему заметить. И все равно я взял его домой, думал, пригодится для закваски капусты. Вот что, берешь кастрюлю эмалированную, чтобы не ставить там банки трехлитровые или пятилитровые на тарелочку, чтобы прессовать капусту. А взял этот маленький камушек, положил, пригодился бы. И так он лежал у меня где-то около 4 месяцев. Как говорят в народе, на полке пылился. Где-то в августе месяце я случайно увидел передачу про метеорит, о их свойствах. И решил проверить этот камень еще раз. Помыл его, хорошо его помыл. И обнаружил, что он имеет черты метеорита. Корка плавления, скипание, магнитит, на компас реагирует. Да, и похоже, что это он. Вообще-то правильно говорить «оно». В интернете посмотрел, куда можно было обратиться. И я узнал про ранкомитет по метеоритике Российской Академии Наук. И узнал, как можно позвонить, как можно потослать фотографии. Ну, кратко я рассказал им историю. Вышел к ним на сайт, поговорил по телефону, рассказал предысторию. Но они до конца даже и слушать не хотели. Потому что, когда услышали, что воронки 6 метров и глубина одна, 1 метр, они сказали, что такой маленький камушек не может такую воронку сделать. И больше со мной не разговаривали. Потом я нашел еще один сайт, еще одному человеку позвонил. Тоже там общественная организация по метеоритам. Они вообще сказали, что это ядро. Пушки раньше стреляли с ядром. И тогда я понял, что не добиться до истины. И где-то приблизительно через месяц по ютубу я увидел видео с Ростовской области, с Дона. И решил позвонить Алексею. Позвонил Алексею, прислал ему фотографии. А перед этим я в Калининграде сделал независимую экспертизу данного камня. И был удивлен, какой был этот камень. Можно сказать, половина таблицы Меделеева. В конце видео я вам покажу этот сертификап. Друзья, начнем смотреть, что это у нас за чудесный камень. Вот такой. Он был вот так. Мы его распилили. Вот этот камушек и ушел на экспертизу. Здесь 116 грамм. 116 грамм в этом кусочке. Здесь видно, как мы пытались его распилить. Поэтому мы ездили, пилили его специальной пилой. Красота, структура красивая. Видите, что там виднеется? Блестит так красиво. Угадайте, что это там? Вот что у нас здесь получается. Сейчас вот так сделаем, чтобы было видно. Вот. Красиво, да? Структура красивая. Гороплавление. Скипание. Вот эта часть, вот эта часть, он падал вот эту часть. А это хвост. Вот смотрите. Значит, этот кусочек 116 грамм, а здесь 2 килограмма 600 грамм. Вот этот кусочек 116 грамм, а здесь 2 килограмма 600 грамм, а здесь 2 килограмма 600 грамм. Раз. И прицепился. И на этот маленький. Вот он. Вот так. И что я заметил, есть часть, которая мало магнитив. А вторая побольше. Сейчас покажу. Он даже компас уже бегает, реагирует. Он не может стоять на месте. Потому что сейчас мы будем его... О, как закрутился. Вот кручу. О, закрутился. Так, магниты уберем в сторону. И берем подачу. О, как будет. О, возбуждение какое пошло. Вот. Вот видите как. Я провожу. И компас как реагирует. Вот так. Вот так он реагирует. Ну, и теперь я покажу вам сертификат. Кремний, алюминий, титан, никель. Ну, сами видите, по таблице. Чуть не вся таблица Менделеева. Назвал я его Павлов Самбийский. Ну, на этом, по-моему, все. Продолжение следует...